приветствую! в этом видео я хочу показать вам результаты моих съемок планеты марс через телескоп с использованием разных цветных фильтров в 2020 году марс сближался с землей и можно было рассмотреть много интересного на этой планете у меня на канале вы можете посмотреть мои лучшие снимки этой планеты за 2020 год также я показывал как я обрабатываю снимки планет напомню что специальной астрокамерой установленной в телескоп я делаю записи видеороликов в ноутбук потом стабилизирую видео в программах пип и складываю 10-20 процентов лучших кадров иногда и меньше 5-6 процентов из всего видеороликов в программе регистакс или автостекер применяю алгоритм вейвлеты, что усиливает видимость деталей поверхности грубо говоря многоуровневая резкость когда мне говорят что это художество я напомню вам что именно так и даже сложнее работают алгоритмы камеры фотоаппарата видеокамеры камеры вашего смартфона но вы об этом даже не догадываетесь когда нажимаете кнопку здесь мы делаем многое вручную чтобы контролировать получение снимка на всех этапах подробности о телескопе и камере указаны в видео и в описании под видео при съемке я корректировал уровни интенсивности по цветовым каналам возможно этого не стоило делать для сравнения фильтров но я это делал чтобы лучше была видна детализация на изображениях ради чего собственно и проводил сравнение при съемке с красными фильтрами изображение получается довольно темным для рассмотрения деталей я также перевел изображение в черно-белый режим так визуально лучше воспринимаются детали так визуально лучше воспринимаются детали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если планета расположена низко над горизонтом, изображение искажается атмосферной дисперсией и два края планеты окрашены красным и синим цветами. Если мы не располагаем аппаратным корректором атмосферной дисперсии, то мы имеем возможность корректировать ее программно. Однако при съемке без фильтров, если мы снимаем со многими фильтрами, то мы теряем синий или другой канал и соответственно не можем корректировать эти искажения программно. Короче говоря, использование цветных фильтров может помочь в исследовании и рассмотрении определенных структур планеты, но не позволит получить четкий снимок, как при съемке без фильтров. Еще хочу показать вам, как плохо могут быть видны планеты в определенные ночи, когда состояние атмосферы не спокойное. Дует ветер высоко в небе, внизу веточка не шелохнется, а по небу быстро смещаются высокоатмосферные облака. Сильная турбулентность атмосферы приводит к тому, что свет не может пройти сквозь атмосферу Земли прямо линейно, и световые лучи искривляются. И планета на изображении мутная, сфокусироваться не удается, планету трясет. Причем бывает так, что уже через несколько часов состояние атмосферы может стать лучше, или еще хуже. Так что не каждую ночь можно увидеть космос четким. Как вы можете заметить, для примера я привел съемки разных ночей. Обратите внимание, что в одну из ночей съемки я забыл снять лунный фильтр с линзы Бадлоу, а цветные фильтры накручивал на камеру. Получилось, что часть съемок через два фильтра. Так получилось случайно. Меня часто спрашивают, как тебе все-таки удается получать четкие изображения? Где ты наблюдаешь? Провожу наблюдения много ночей, в ожидании спокойной атмосферы. Также важна термостабилизация телескопа, чтобы он побыл на улице перед съемками несколько часов. Чтобы телескоп был отъюстирован. Также важно правильно фокусироваться. Я фокусируюсь сначала по яркой звезде с маской Бахтинова. Потом перевожу телескоп на планету или на Луну. И многое другое. Итак, подробно изучая снимки Марса в разных фильтрах, я могу подтвердить, что в этом есть смысл. И определенные детали видны лучше или хуже. Но в то же время без цветных фильтров Марс и так выглядит великолепно. Поэтому, если у вас есть деньги на покупку фильтров и время для наблюдений с ними, вы можете попробовать их приобрести. Но я хочу вас предупредить, что фильтры могут у вас лечь в дальний ящик. Так что решайте сами. Надеюсь, что мое видео было вам интересным. Поделитесь в комментариях своим опытом использования фильтров при наблюдениях планет, Луны, Солнца. Но хочу отметить, что наблюдение Солнца очень опасный в телескоп. Здесь очень важно разобраться и по инструкциям. Это отдельная тема для разговора. Никогда не спешите направлять телескоп на Солнце. Берегите глаза, технику и оптику. Меня иногда спрашивают о технике, в которой я наблюдаю и получаю снимки. Ко всем съемкам я всегда указываю подробное описание. И в самом видео, и в тексте под видео. Каким телескопом снято, какими камерами, когда. Причем за последние 5 лет я снимал в 5 разных телескопов. От маленьких до большого. Есть съемки камерой смартфона, есть специальными астрокамерами. Смотрите видео на канале, подписывайтесь на новые и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео выпуски и трансляции. Удачи и ясного неба!